Вероника Данёв – организатор драг-квейн-шоу «Ван Тверпель». Такое масштабное шоу проходит в четвертый рал. В 2023 году в Дистудию, арт-центре, ставшем оплотом квир-культуры. Вероника – бессменная, харизматичная его ведущая. Яркий, вызывающий костюм, в котором зашифрованы эротические подтексты, создала украинская художница и дизайнер Маша Плахута. Благодаря ей я попала за кулисы и смогла глубже прочувствовать атмосферу и суть субкультуры. Маша – очень открытый человек, любящий все альтернативно. Узнав о шоу, она сама написала о Веронике и с большим энтузиазмом была принята в команду по подготовке к грандиозному мероприятию в апреле этого года. Я, как я всей истории показалась, я как-то говорю, что это тоже просто. Просто захотела створивать еще стекло. И написала людям, какие промыли, что стекло. И так мы хотели створивать мне костюмы. Вероника Данев, как талантливый организатор, объединила молодых людей в Фландрии, у кого есть желание проявлять себя не так, как все. Меняя повседневный образ на яркий костюм драк-королевы, они дают свободу своему «я», скрытому от традиционного общества. И команда у Вероники вложилась сильная и сплоченная. Несмотря на десятки выступающих и сотни костюмов, все шло по плану, без заминок. Субтитры создавал DimaTorzok Небольшой ликбез. Драк-квин-шоу представляют собой развлекательные мероприятия или выступления с артистами, известными как драк-квин. Драк-квин – это мужчины, которые одеваются в женскую одежду, используют макияж и аксессуары, чтобы создать иллюзию женской внешности. В своих выступлениях они часто представляют различные номера, такие как мимика, танцы, музыкальные исполнения и имитации знаменитости. Драк-квин-культура возникла в гомосексуальных сообществах и получила широкое признание в различных культурных контекстах. Искусство драк-квина позволяет артистам выражать свою творческую личность и предоставляет им возможность играть с гендерными ролями и стереотипами. Важно отметить, что не все драк-квины идентифицируют себя как трансгендерные или транссексуальные люди. Их выступления часто не связаны с их половой идентичностью. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Культура драгвин оказывает значительное влияние на популярную культуру и представляет площадку для выражения и признания разнообразия гендерной идентичности и выражений. Драгвин шоу привлекает широкую аудиторию и становится все более популярным, внося свой вклад в культурное разнообразие и принятие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этимология термина драг от английского to drag – тащить – является весьма спорной. Считается, что впервые этот термин был использован в отношении кросс-дрессеров в XVIII веке из-за того, что их длинные юбки волочились по земле. Выражение drag queen приобрело популярность в первой половине XX века в британском гей-сообществе, представители которого постоянно использовали различные сленговые выражения в общении друг с другом. Согласно народной этимологии, термин drag является акронимом выражения «одетый как девушка», использовавшийся для описания трансвестива. Термин queen по-английски «королева» часто связывают с тем, что в костюмах и реквизите drag queen часто присутствовали атрибуты, характерные для королевских осов. Также считается, что термин queen образован от архаичного слова queen с английского «распутница», которым обозначали женщин и геев, имеющих беспорядочные половые связи. Термин? В мае 1979 года группа левых активистов «Деруевлинг» организовала первую гей-акцию протеста в Антверпене, где требовала другого пляжа. Вместо того, чтобы просить о принятии и интеграции сообщества ЛГБТ, существующее гетеронормативное общество, они больше не хотели довольствоваться этим статусом меньшинства. С лозунгом «Faggots on the street» они уже не просто рассчитывали на солидарность окружающих, а в первую очередь находили поддержку избранной ими семье. Продолжение следует... Драк-королевы используют популярную музыку и образы поп-артистов. В шоу «Вероники Денёв» артисты создали множество оригинальных сценических образов. Она создала свою марк-шоу под названием «Send in the Clowns». Эта песня, написанная американским композитором Стивеном Сонхаймом, песня была впервые представлена в мюзикле «A Little Night Music» – «Маленькая ночная музыка», который дебютировал на Бродвее в 1973 году. Текст песни рассказывает о сложных отношениях и размышлениях главных героев мюзикла Фредерика Эдди Шире. «Send in the Clowns» выделяется своим мелодичным и эмоциональным исполнением, а слова призывают к появлению клоунов или шутов, чтобы улучшить сложные ситуации в жизни. «А милый числовый bitter feeling просто в жизни. Снег portion.., всё Hello!» «Е inverterです!» «Всё!» «Хмичг» «А Мать сценическа францеральная музыка была впервые представлены Как маю сценической фанцентральной музыка». КОНЕЦ Дрэк Куинз шоу шагнули далеко за пределы гей-трансвестит-субкультуры. Они стали частью поп-культуры в целом и больших публичных мероприятий шоу. Билеты на Дрэк Куинз шоу The Studio в Антверпене были раскуплены за две недели до шоу, рассчитанном на 600 зрителей. КОНЕЦ